Воздвижно, то есть, на возвышение было, и поднимали, и на вот весь пел Господи помилуй. И евангельское чтение о кресте, как Христос нес крест свой за нас. Ничем не повинный человек, даже Пилат говорит, я не хожу в нем вины, но подался только тому, что говорит, что когда сказали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Ага, значит, он против Кесаря говорил, поэтому он попятился, Пилат сразу и назад, и нате, берите, делайте с ним, что хотите. Предали его, появили на распятие. Об этом нам напоминается, что вчера мы, я читал, говорили, что крест явится Господень, его второе пришествие. Это знамя христиан, а мы, христиане, воины Христовы, и всегда, когда идут на брань, то даже дают воины клятву пред знаменем. Принимают присягу, обязательно там знамя целуют, а у нас, вот это наше знамя христиан, крест. Поэтому где бы ни было, где бы что, трудно, всегда осенил себя крестным знамением. Это самое, я уже вот из опыта считаю, что это, чтобы узнали, что ты христианин, и как бы начало для благовестия, для проповедия, это самый знак такой. Вот едешь в поезде, нет ничего, пока только перекрестился, подходит там кто-то, вы, наверное, это, церковный служитель какой, случайного, я говорю, случайно не бывает. На самом деле, и начинается что-то, вопросы какие-то, разговоры, вот так вот бывает. Поэтому всегда помню, что вы христиане. И начинаем день, с постели ноги спустил, перекричьись, Господи, благослови меня на сей день. Выходите же из дома, Господи, спаси и сохрани. На работе или пришел, мы считаем, такой великий врач, который святой Лука, он, говорит, ни одной операции без молитвы не начинал. Хотя в то время на его были большие гонения. Он в лагере был, на сколько-то десятилетия там, но он из лагеря писал своему Сталину письмо, «Разрешите мне сейчас помочь раненым». А когда война закончится, я тогда опять отсижу. Понимаете как? Его назначили, он был в Красноярске, как главным хирургом окружных там всех военных госпиталей. Спас тысячи людей каких. И всегда начинал молитву свою, операцию, то есть только с молитвы крестного знамения. Это помните всегда, что что бы ни делали, всегда это не трудно. Трудно бывает, трудно. Я помню свой первый раз, когда на стройку обедать садится. Вот уже все, а с собой берешь обед-то. Все уже начали есть, а все, аж прямо, знаешь, он держит ее за руку, тянет, не дает. Ох, да что ж такое, ну, как уже, не знаю, что. Фух, как-то, Господи, тогда уже, Господи, сейчас я не буду, благослови, Господи. Все, и все, и никто, ничего, все были. А была бригада такая, вот мы строили дома на Ленинском проспекте, пятиэтажке, за аграрным институтом, сразу два, это 78-й год был. Зима, хорошая была зима такая, 33 градуса была. Да, и все стали относиться ко мне хорошо, с уважением даже. Она вот, бригада была каменщиков, 30 человек, только нас было 4 мужчины, остальные все женщины. Камень, чисто, женщины, а женщины такие там, от 25 до 30, 35 там. Никогда, один раз было такое, что приехал один, значит, там, шофер, кирпич, залез на, по-моему же, второй этаж, как-то были. Пристал ко мне, и все, за бороду хватается, вот у тебя бородинка там, и все, ну, отойди, пожалуйста, я, я веду кладку, на углу стоял, как раз, угловая кладка, отойди от меня. Ну, и в какую, и все, я уже замолился, ну, отстаньте от меня. Вдруг эти, вы слышали эти каменщики мои, как налетели на него, как взяли его, давай трепать. Да мы тебе, мы тебе только бороду, что надо, и оторвем, и не надо, там, ты такой, давай такой, это, ко мне. Ну, что ты его, дал бы ему мастерком, по морде, он такой, солидный был, машина была там у него. Он, ну, это, в машину-то, это, в кабину, ну, а кирпич выгружает, кран, а не, по кабине, давай этими осколками кирпича еще бросать с него. После, сколько он приезжал, с кабины никогда не выходил это больше. Понимаешь, как-то. А нет, ну, там, что, неверующие все были-то, это, вот, бывает так вот, Господь располагает к этому. Я вчера был так, если я удивляюсь, вот там в армии он, как бы, слабый, над ним все издеваются, на слабом. Я говорю, я был в армии, я был слабый, слабее, может быть, всех. Ну, физически не было, я не занимался никакой физкультурой там и прочими, ничего этого такого не было. Но ни разу никто меня даже словом не обидел. Понимаешь, не то, что физически, а то же так. Как это? Ну, наверное, за вас Бог заступался. Я говорю, да, наверное, так и было, что Бог. Помним Иосифа прекрасно. Посмотрите, что у него было. Его братья родные продали из зависти, то, что отец больше его любил. А вот в семье, допустим, в каждой семье есть, вот, даже в родных, там, в семеро детей спрашивают, есть кому больше? И вот, да, есть. А почему? Ну, потому что другой раз думаю, ну, вот сейчас со школы идут, грязь была там, не помоют все ботинки. Я думаю, накажу его. Выхожу, все там грязные другие стоят, а у него помытые, отертые и поставленные там на фонарь, чтобы сохли. Не могу, говорит, никак на чем-то где-то его как-то, или чтобы он там огрызнулся, как говорят, и чего. Поэтому, к нему, говорит, больше. Так Иосиф, он был любимым у отца, и от любимой женщины рожденной был, за которой он 14 лет пас овечек. Представьте, 14 лет. Кто сегодня столько за невесту выступили? Только познакомились, и все. Он не погиб. В колодец бросили, вытащили, продали в рабство. Он стал вторым человеком, у фараона там прислуживал в дому. И там на его клевета, женщина, жена, значит, на клевета, его посадили в тюрьму. И в тюрьме вскоре он становится первым помощником тюремного содержателя, тюремщика главного. Он ему там доверил всех. И оттуда выходит он, когда из тюрьмы его освобождает, он становится вторым человеком после фараона. А почему, говорит, это? Да потому что везде с ним был Бог. Вот так вот. С ним был Бог. А когда с нами Бог, то все эти трудности, они переносятся легче. И Господь своего чада никогда, говорит, не оставит. Только мы, чтобы не оставили его. Об этом всегда помним. Подходите ко Христу. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Спасибо.